День столицы Назарбаев назначил на день своего же рождения. Выношу на ваше рассмотрение очень важный для жизни республики, особенно перспективу, вопрос о переносе столицы нашей страны. Каждый год бюджетные деньги расходуются на праздник будто бы в его честь. Даже в смертоносном 2020-м Назарбаев распорядился устроить фейерверк. В народе это лицемерное шоу назвали праздником на костях. В этом году штаб ДВК объявляет в день рождения Назарбаева специальный митинг-монстрацию. Кто участвовал в субботаже, знает, что монстрация – это творческая форма протеста. Целью монстрации является высмеивание абсурдной политической и экономической ситуации в стране. Для этого придумываются самые саркастичные плакаты с остроумными лозунгами. Приветствуются использование масок и костюмов. На монстрации вы можете использовать плакаты с самыми неординарными и необычными надписями. Нарисовать что-то оригинальное, связанное с темой монстрации. Можете переодеться в костюмы персонажей. Вы можете разрисовать одежду, написать на ней что-нибудь. Полет фантазии не ограничивается. Импровизация приветствуется. Понимая, что сейчас в стране нарастает протестное настроение, фактически вы видите вспышки везде идут. Буквально несколько дней назад в Туркестане вышли люди с требованием решить вопрос по земле. Туркестан это вообще такое место, где люди вообще не протестуют. К сожалению. Я сам родом с Южного Казахстана. И я скажу, что этот регион вообще отличается таким рабским мышлением. И Назарбаев это знает. Он, когда я работал в правительстве, он даже радовался. Говорил, посмотри какой хороший народ. Молчит. Если что, на колене может постоять. И вот представьте, этот регион, люди вышли на улицы. И в Акмолинской области, в Алмате, везде идут вспышки. Везде абсолютно. И режим, конечно, обеспокоен. И сейчас есть попытка везде как-то загладить, стереть, спустить пар. Но уже это остановить невозможно. В этой связи, понимая, что протестственные настроения накапливаются. И они постепенно будут расширяться. Мы призываем 6 июля всех недовольных режимом на митинг монстрацию. Штаб ДВК назначил на 6 июля монстрации. А редакция 1612 проведет творческий конкурс на самую оригинальную работу. Чтобы принять участие в розыгрыше, приходите 6 июля в своем образе или с плакатом. Обязательно сфотографируйтесь и отправьте свою работу нам. 100 лучших работ будут опубликованы в Инстаграме 1612. Обязательно подпишитесь и участвуйте в голосовании. Три работы, набравшие самое большое количество лайков, станут победителями нашего конкурса. Мы объявляем конкурс. И на конкурс мы выставляем три айфона. Значит, какие условия? Когда 6 июля люди выйдут на такой театрализованный протест, важно это место, где мы обозначим, сфотографироваться. Нужны качественные фотографии, сняться на видео и прислать эту информацию в штаб ДВК. Ну и потом, на самом деле, здесь мы людям даем выбор. Может кто-то не хочет айфон победителей. Мы победителям отдаем эквивалент в размере каждому 1000 долларов. Теньги безусловно. Ну, если у людей проблема с картошкой, мы знаем, что на картофель сейчас очереди, и его цена приблизительно доллар и выше, мы предлагаем, то есть, точнее, даем возможность человеку вместо 1000 долларов или вместо одного айфона забрать 1000 килограмм картошки. Мы обеспечим эту поставку. В конкурсе принять участие может любой житель Казахстана. Но главное, это не победа, а веселое времяпрепровождения с друзьями на позитивной акции. У вас уже готова идея!